Родители не имеют, не имели никакого отношения к медицине. Наверное, класс с восьмого, не знаю, что стало толчком, но стала интересна эта профессия, у нас была возможность посещать так называемый клуб юных медиков, то есть где-то девятый-десятый класс, мы туда раз в неделю ходили, то есть нас водили в морг, то есть уже было понятно, готов ты, так сказать, в этом жить или нет. Ну и многие уходили, кто-то оставался, и в итоге после школы поступил в мединститут, правда, потом перевелся на военно-медицинский факультет Горьковского медицинского института, на морское отделение, в 89-м году его закончил, попал служить на Камчатку, потом служба закончилась, остался в гражданском здравоохранении, потом с Камчатки уже вернулся, на материк, как мы говорим там, ну и вот так до сих пор работаю. Ну Камчатка вообще сама по себе необычная, но из военного, из службы, там много что было, это море, и как-то получилось так, что я молодым лейтенантом попал сразу начальником медицинской службы большого корабля с большим экипажем, вот, и там всевозможные чудеса происходили, и начиная от откушенной стопы акулой, и заканчивая там банальными аппендицитами, ожогами, различными травмами, и все это делаешь Т-1, и там нет деления терапевта, хирург, хотя, ну, основная специальность хирургии, ну, лечить приходилось все, что угодно, и пневмонии, когда на улице плюс 56, а внутри корабля 23, то вот этот вот перепад, он достаточно для того, чтобы получить пневмонию просто на раз-два. Да, это, конечно, школа, и в том плане, что ты один на один с вот определенным количеством людей, и если когда-то на берегу, ты можешь обратиться куда-то за помощью, за какой-то консультацией, там, кому-то обратиться, то, когда ты находишься там за много-много миль в Тихом океане, то особо обращаться-то некому, ну, можно какую-то скупую радиограмму послать, там, получишь такой же скупой ответ, вряд ли он там сильно тебе поможет, то есть там, ну, наверное, благо еще то, что у меня были очень свежи знания, полученные непосредственно в институте, сейчас-то, наверное, уже мы не так бодро ориентируемся там, в смежных специальностях, а тогда все это было свежо в памяти, и вот это вот спасало. А так, да, это позволяет мобилизоваться в плане того, что ты должен оказывать помощь, и, я еще раз говорю, там, подмоги ждать неоткуда, то есть ты вот один на один. Я вот помню свое первое ощущение, у меня одноклассник после года службы в армии, он погиб. И мне что-то было 17 лет, и для меня это дикость какая-то была, я, наверное, лет пять не мог поверить, что Сереге на самом деле нет, ну, мы вот 10 лет в одном классе проучились, близко дружили, причем он сознательно пошел на срочную службу, он планировал потом поступать в военное училище, но решил, что сначала надо служить, а потом уже поступать. И вот так случилось, что погиб. Ну, вот, не знаю. А потом, да, профессия, ну, накладывает этот отпечаток, когда ты с этим сталкиваешься, когда-то, в каких-то случаях, когда ты понимаешь, что человека не спасти, ну, просто травма, в принципе, жизнью несовместимая, и он погибнет, к сожалению. Вот, бывают какие-то случаи, когда, ну, это нельзя назвать нелепой смерть, но когда, в общем-то, все идет достаточно позитивно, и ты рассчитываешь на то, что пациент поправится, и вдруг потом какая-то система организма вдруг дает сбой, видимо, не перенеся вот тех... Потому что мы, такое, скажем так, наш организм, некое единое целое, и все очень сильно взаимосвязано, взаимозадействовано. И бывают, к сожалению, такие случаи, вот это вот, конечно, особенно досадно, и ты чувствуешь свое бессилие, особенно обидно, когда это выстреливает, вот, ну, неплавно развивается ситуация, ты понимаешь, что, да, вот какая-то система начинает уходить, а вот так, как-то хоп, и вот такой вот сбой, и пациент погиб. Ну, тут двоякая ситуация. С одной стороны, ты, как бы, переживаешь за пациента, а с другой стороны, вот это, собственно, бессилие, оно... Ну, я не знаю, я не могу подобрать термин, оно там, ну, это не огорчает, а огорчает слишком мягко, просто тебя это бесит, и ты негодуешь от того, что вот столько твоей работы, сил, ну, каких-то эмоций было вложено в пациента, а он, к сожалению, вот, скончался. Ну, собственно говоря, нейрохирургия – это проблема, которая связана с головным мозгом и спинным мозгом, и периферическими нервами крупными. Вот наше отделение как раз этим и занимается. В принципе, мы выполняем весь спектр возможных оперативных вмешательств. За год это где-то порядка 400 операций. Отделение у нас работает с 1 апреля 2021 года, вот уже четвертый год теперь пошел. Оказываем помощь и Одинцовскому району, ну, как непосредственно, где располагаемся. То есть плюс на нас завязан Можайск, Руза, Нарофоминск, ну, и другие районы. То есть пациенты попадают порой из самых разных мест. И Сервьево-Посадо у нас были, и из Матищ были, люди из Электростали. Ну, практически вся область. Ну, как-то вот так получается. Наше отделение, оно занимается не только плановой помощью, но и экстренной. То есть это черепно-мозговая травма в разных своих проявлениях. Это, к сожалению, бич нашего времени – это инсульты, геморрагические кровоизлияния. Ну, геморрагический инсульт, непосредственно кровоизлияние, и оперативные вмешательства направлены на удаление этого крови из головы, дабы повысить реабилитационный потенциал пациента уже в послеоперационном периоде на этапе восстановления. Это объемное образование, различные опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные. Это проблемы шунтирующих операций, потому что в некоторых ситуациях развиваются сложности, проблемы, заболевания, которые связаны с циркуляцией ликвора внутри черепа и внутри головного мозга. И эти операции направлены на вот эту коррекцию, то есть устанавливается шунт, поэтому выполняем крайне пластические операции, то есть когда люди приходят с дефектами костей свода черепа после ранее перенесенных операций, мы закрываем эти дефекты, то есть восстанавливаем их косметически, ну и чисто механическую защиту. Все зависит от объема повреждений. Открытая травма, она предполагает того, что это уже однозначно априори инфицированная травма, то есть она получена на улице, проникающий предмет явно не стерилизован, то есть это какой-то там может быть металлический стержень, предмет, неважно. И, конечно, как правило, результаты хирургического лечения, они тяжелее проходят после операционного периода, потому что, как правило, наслаивается инфекционное осложнение. В этом плане да. Но порой по повреждениям внутричерепным, именно стороны мозга, там кровоизлияния, закрытая травма может быть гораздо более драматичной, чем открытая. Сетчатые импланты, да, они самые разнообразные. Есть отечественные, есть импортные, есть премоделированные, то есть когда ты уже ставишь имплант перед операцией, он по 3D-модели черепа на компьютерном томографе, она уже готова, то есть ты открываешь, просто фиксируешь только эту пластину и все. Есть второй вариант, это когда моделирование происходит во время операции, то есть есть специальные инструменты, и из вот этого листа перфорированного титанового сплава мы моделируем непосредственно тот участок черепа, который надо закрыть. Это абсолютно магнитные сплава, они не будут нигде пищать, они только рентген-контрастные, да, а что касается магнита, нет, в рамках пищать не будет. Ну, есть определенный стандарт, то есть если мы говорим уже про плановую операцию, то 99-95% это пациент ложится и на следующий день оперируется. Вот, то есть он уже приходит подготовленный, он уже приходит с анализами, обследованный, и дольше ему находиться здесь смысла нет, то есть бывают, конечно, редкие какие-то форс-мажорные случаи, когда там требуется еще дополнительный какой-то день для, может быть, какого-то дополнительного исследования, но это уже там анестезиологи оценивают, пациента, ну, крайне редко. А то, о чем вы говорите, там 3D-моделирование, то есть пациенты приходят заранее, и мы понимаем, то есть мы смотрим, там, КТ, МРТ, исследование, то есть в зависимости от того, голова, спина, это мы подбираем импланты, там, делаем 3D-модель на голове, то есть мы понимаем, какой инструмент нам нужен будет. Вот, точно так же и на спине надо понимать, какие импланты, какого размера, толщины они должны быть, вот, под этого конкретного пациента. Но это все делается до госпитализации. Если мы говорим об операциях на голове, то должен четко понимать ту зону, на которую ты идешь. Потому что у нас есть, скажем так, ну, так на сленге немые зоны, которые мы просто еще не понимаем, за что отвечают в нашей голове, и, может быть, они просто не включены еще в процесс. Но мы знаем, что, в принципе, относительно спокойно на них можно работать, и, как правило, это не приведет к каким-то неврологическим отклонениям у пациента после операции. Но при этом мы знаем, что есть и четко уже сейчас, понимаем, что есть определенные зоны, работая над которых, ты уже должен понимать, что да, ты ограничен в своем размахе, то есть это могут быть зоны движения, это речь, то есть человек может проснуться после операции, он не будет работать рука или нога, или там он не будет понимать обращенную речь, или будет понимать, но не может говорить. То есть вот эти все риски, моменты надо оценивать. И, к сожалению, бывают такие ситуации, когда мы с пациентами перед операцией уже говорим, что мы идем на вмешательство, и даже имея нейромониторинг, так называемый интероперационный нейромониторинг, это тоже не идеальная такая вот стопроцентная гарантия, что не может произойти каких-то выпадений вот этих неврологических. И вот это вот такие наши тонкости. У нас шикарное на самом деле оборудование. В принципе, наша операционная оснащена всем, что необходимо для нейрохирургических операций. То есть это и микроскоп, это и С-дуга. Ну, С-дуга – это портативная передвижная такая рентген-установка, которой мы пользуемся во время операции. Больше, конечно, на спине, но тем не менее. Вот. Это и нейронавигационная стойка, которую мы получили в прошлом году. Это эндоскопическая стойка. Но эндоскопическая стойка помогает в том плане, что есть операции, которые можно выполнить мини-инвазивно. То есть не через большой дефект черепа, а через маленький и под контролем нейронавигации. А нейронавигация нас выводит четко на вот ту зону, где находится тот или иной объект. Там опухоль, инсульт, что-то. Вот поэтому, да, конечно, это дорогостоящее оборудование, но оно того стоит. Есть у нас отличный УЗИ-аппарат, который мы тоже используем во время операции, но на головном мозге. То есть там существует специальный датчик, при помощи которого можно прямо во время операции четко понимать, где находится опухоль. То есть если она не выходит на поверхность головного мозга, а находится в глубине, то ее четко можно осмотреть во время операции и понять там кратчайшую траекторию, как на нее выйти и подобраться. Ну, я не хочу лезть в стол. У меня там книжка есть, где записана куча пациентов. Эти планы, ну, они, в принципе, до конца года, не до сентября, а нам работать не переработать. Причем мы достаточно хорошо и плотно работаем с нашими коллегами в сопредельных районах, поэтому и оттуда люди приезжают, и из РУЗы, и из Можайска. Мы никому не отказываем. Я уверен, что не ЗОЖ и ПП должны нас к этому вести. Ну, как вот человек себя ощущает, насколько лет, вот настолько он, наверное, и выглядит. И вот этот эмоциональный внутренний фон, он самый главный. Можно в 20 лет раскиснуть и, ну, собственно говоря, ничего не представлять.